Здравствуйте! Вы смотрите программу 1.1. О важности своей личности, деятельности среди других людей, оценивании себя и собственных качеств. О значимости самооценки поговорим сегодня в студии с психологом в социальной сфере отделения социально-психологической помощи Ириной Багировой. Рада вас приветствовать, Ирина Михайловна. Здравствуйте! Ну что ж, тема действительно важная, актуальная для каждого из нас, для любого человека – принятие себя в жизни. Давайте подробнее. И начнем, пожалуй, с этого термина – самооценка. Что он в себя включает? Ну да, следует отметить, что принятие себя и самооценка – это очень связанные между собой вещи. Объясню почему. Потому что принятие себя – это то, как видит себя человек, свое собственное я, какой я есть на самом деле. Что такое я? Это эго человека. Ничего здесь такого плохого нет, казалось бы. Но есть проблема, когда человек воспринимает себя эгоистично. То есть эго и эгоизм – это разные вещи. Эгоизм – это когда человек переоценивает себя, превозносит себя над другими. И об адекватности самооценки здесь, конечно, говорить не приходится. Поэтому хочется привести примеры, что есть люди, которые обладают достаточно большим количеством положительных качеств, позитивные и достаточно положительные, но почему-то недооценивают себя. Ну, конечно, здесь мы можем говорить о том, что у человека самооценка низкая, конечно. И оценивает он себя только в таком случае, когда, по его мнению, он должен добиться каких-то успехов в жизни, чего-то достичь, возможно, заработать денег или получить какую-то Нобелевскую премию, предположим. Только тогда в таком случае я могу позволить себя принять и уважать себя за это. Конечно, здесь тоже большой перекос и большая проблема. Ну, есть также другие люди, которые в любом, скажем так, окружении можно найти. Человек, который, возможно, не совсем, так сказать, обладает моральными какими-то этическими нормами, правилами, но настолько себя ценит и любит, что считает, что весь мир вокруг него должен крутиться, и только вот он прав, и как бы все вот в таком формате, он так живет. Конечно, тоже перекос очень большой и адекватность, ну, скажем так, самооценка завышена, ну, неадекватное отношение к самому себе. Вот, поэтому и проблема такова вот есть. Почему? Потому что человек что в первом, что во втором случае не принимает себя таким, какой он есть. Вот, и это накладывает отпечаток, конечно, на всю его жизнь, на все, что с ним происходит, и, ну, можно об этом поговорить, в общем-то, более подробно, конечно. Вот почему действительно важно себя принимать? И на какие сферы жизни, на какие ситуации влияет вот эта самая самооценка? И, в принципе, на какие, на какую градацию, на какие вот эти пунктики человек должен равняться? Что в этом важно, и стоит ли это делать вообще? Конечно, стоит адекватно к себе относиться, потому что без уважения к самому себе, наверное, сложно представить то, как человек будет взаимодействовать со своим окружением, со своими коллегами, со своими близкими людьми, то, как он будет воспринимать, возможно, мир даже в целом, потому что если человек воспринимает мир через негативные, скажем так, какие-то вещи, да, и считает, что мир, ну, каким-то его, ну, не соответствует его каким-то представлениям, да, ну, это может быть проблема. Почему? Мир не должен соответствовать, да, тому, что хочет человек. То есть он такой, какой он есть. Так же и люди такие, какие они есть. И поэтому мешает, конечно, в первую очередь то, что человек сам неадекватно относится к себе, то есть не уважает, не ценит и, возможно, либо переоценивает то, о чем я говорила, и, конечно, ну, у него, скажем так, не совсем адекватное восприятие, да, всего того, что с ним происходит. Возможно, это влияет еще на то, как в целом выстраиваются взаимоотношения его, ну, и так далее. То есть достаточно широкий спектр, да, того, что может повлиять на то, как человек воспринимает, да, все, что с ним происходит. То есть вопрос идет о принятии, да, вообще в целом себя и мира. На какие вопросы каждый из нас должен научиться себе отвечать, чтобы вот это восприятие самого себя, оценки, ассоциации себя с окружающим миром, можно было бы, чтобы все это выстроить верно, в правильном порядке? Ну, в первую очередь, конечно, мы должны научиться принимать не только, допустим, свои какие-то положительные черты характера, да, но и отрицательные тоже, которые имеют место быть. Почему это важно? Потому что, предположим, ну, взять человека, который, допустим, считает, что одной из отрицательных черт в его характере является лень, предположим, да, ну, часто такое бывает, поэтому... Это я как пример перевожу, потому что это такое... Ну, на нем можно просто отследить и посмотреть, да. То есть любая характеристика, то есть любая какая-то черта, она может... Для чего-то человеку быть нужна, да. И та же самая лень, да, если спросить, да, для чего эта лень нужна, да, что в ней хорошего? Ну, наверное, можно сразу привести много примеров о том, что... Бережет внутренний ресурс, накапливает энергию. Да, накапливает энергию, бережет свои силы и помогает человеку, в общем-то, ну, в первую очередь, отдохнуть, возможно, набраться сил для чего-то другого, важного и нужного в его жизни. Поэтому вот принимать себя, конечно, важно. Также имеет отношение вот к принятию мира, да, в целом. Ну, вот если, предположим, да, на улице хорошая погода, и вдруг пошел дождь, ну, мы же не будем расстраиваться по этому поводу, да. Это всего лишь смена погоды, да, и есть вещи, которые нам могут не нравиться, но мы их должны принимать такими, какие они есть, да. То же самое с людьми, да, происходит. Поэтому первое и основное, это принятие себя, да, принятие вот каких-то вещей, к которым вы, возможно, не готовы, которые вам не нравятся. А второй момент, это, наверное, научиться уважению. Уважению к людям. Почему? Потому что все люди, которые, да, рядом с нами находятся, да, они наши учителя, да. Как со знаком плюс, да, и бывают хорошие какие-то вещи происходят с нами, спасибо. Если происходят какие-то негативные моменты в нашей жизни, это тоже уроки, которые мы получаем, и мы должны быть за это благодарны, да, и уважать, то есть благодарить людей за то, что приходят к нам благодаря им, да, какой опыт мы получаем. Ну и третье, конечно, что самое, ну, такое, редко встречается, но мы редко обращаем на это внимание, потому что жизнь такая достаточно сложная, но мы воспринимаем всегда мир через какие-то негативные какие-то вещи, да, то есть видим больше каких-то вот отрицательных моментов, да, то есть потому что они больше бросаются в глаза. Мы их больше боимся. Да, мы их боимся, конечно, вот, ну, если бы мы понимали, что мир не только такой, да, черный, но есть еще и какие-то радостные моменты, есть какие-то вещи, которыми можно восхищаться, есть такое благоговение, когда мы видим красивые, там, пейзажи, например, да, или какие-то внутренние открытия у нас происходят благодаря каким-то новым знаниям и так далее. То есть мы, это то, чему стоит, ну, как бы радоваться, да, на что стоит фокусироваться, обращать внимание, и, конечно, тогда самооценка наша, да, и принятие вообще себя и жизни, ну, наверное, как-то, ну, будет, не будет проблемой, да, человеку будет легче и проще и более счастливее, скажем так, находиться, да, вот в мире и самим собой. Но это вот мы с вами говорим о принятии неизбежного, то есть о принятии того, что вокруг нас, и то, что нам не подконтрольно. Да, но самих-то себя мы можем контролировать, вот они сами, мы у себя есть. И когда человек остаётся, как вот называется наша программа, один на один, вот, даже, возможно, ну, пока ещё где-то на каком-то этапе без помощи профессионального психолога, как всё-таки ему настроить себя, может быть, убедить в том, что он ценен, важен, вот, какой инструмент у каждого из нас в открытом доступе имеется, чтобы всё это было в гармонии, с действительными достижениями, с действительностью, ценностью каждой личности? Ну, да, тут тогда следует обратить внимание на то, для чего вообще нужно принимать себя. Я считаю, ну, есть, знаете, такой анекдот, хочется его привести. Приходит женщина к врачу и говорит, доктор, как мне, что мне принимать от депрессии? Доктор говорит, принимайте себя три раза в день. Вот, то есть, ну, такой, знаете, пример, который говорит о том, что на самом деле для человека важно принять, то есть заниматься собой, заниматься не только физическим, допустим, здоровьем, не только развитием, там, интеллектуальным, да, но и здоровье психологическое также имеет большое значение для того, чтобы человек чувствовал себя счастливым, вот, потому что, ну, здесь очень важно, ну, в общем-то, очень важно это понимать, да, психологическое здоровье, то есть это то, что вот, о чем мы сейчас, собственно, с вами и говорим, да, о взаимоотношениях, о принятии и так далее, да. А вот почему часто встречаются люди, вот вы сказали об уровне своего образования, да, и интеллектуальной развитости, иногда бывают действительно весьма, в принципе, уже даже состоявшиеся люди, и люди, имеющие, может быть, не одно даже высшее образование, тем не менее, они, может быть, это как робость выглядит, но люди действительно сами с собой не в ладу, они себя где-то недооценивают, ну, по крайней мере, где-то это бросается в глаза окружающим. Вот почему даже такие люди где-то не дотягивают до этих пунктиков, общепринятых в обществе, да, то, что мы замечаем? Ну, да, наверное, конечно, есть определенные какие-то у человека негативные установки, да, или опыт прошлый, который, возможно, был в его жизни, связанный с его воспитанием, да, потому что, как правило, скажем так, в семьях, где родители, скажем так, применяют не совсем корректные способы, да, взаимодействия со своими детьми, ну, некорректные способы воспитательные, я имею в виду, вот, приводят к тому, что у ребенка, возможно, складывается впечатление, что он какой-то не такой, что, возможно, у него он недостоин, допустим, как-то недооценивает себя, ну, возможно, его мало хвалили. Что ты за сын такой, да, ты недостоин своего отца, там, или своего деда, там, или еще нашей семьи, нашей фамилии. Да, хорошие примеры, это всегда хорошо, но нравоучение, то есть всегда говорят, что если вы хотите чему-то ребенка научить, ну, показывайте на своем примере, да, он вырастет, он все равно моделью-то примет в своей жизни, как-то он поймет, что так нормально, и это хорошо, так будет, вот. Ну, если его, как бы, постоянно обращать внимание на какие-то недостатки, предположим, да, и моделировать вот его такое негативное отношение к самому себе, ну, у него так и сложится впечатление о том, что с ним что-то не так, что он на самом деле, ну, не совсем полноценный, да, и несмотря на то, что у него там множество талантов и способностей, он вряд ли сможет реализоваться их сам по себе, да, в полной мере как-то реализовать все свои способности в жизни. Вот, и, конечно, это может быть проблемой, да. Вот, ну, с этим всегда можно что-то сделать, да, во взрослом возрасте человек способен анализировать, оценивать себя, свои поступки, свои мысли, чувства, вот, и что-то с этим делать, конечно. А вот если возвращаться к корням, к детству, как правильно родителям, ну, и окружающим взрослым ребенка хвалить и стимулировать к тому, чтобы все-таки развитие личности было гармоничным, и чтобы с маленького возраста уже вот этот человечек умел себя любить, ценить, воспринимать адекватно, ответственно. Какими фразами необходимо оперировать, чтобы действительно эта личность была такой, как хочется, как нужно? Ну, знаете, есть такая, да, ошибка многих родителей, да и взрослых людей. То есть мы, когда общаемся друг с другом и пытаемся выяснить отношения, да, мы часто обращаем внимание на такие посылы и даем, ты сообщениями. То есть ты такой, ты сякой, ты там что-то не так сделал и так далее. То есть это, знаете, происходит сразу любой человек, тем более ребенок, сразу закрывается, он не готов воспринимать эту информацию конструктивно. То есть он просто как бы либо уходит в себя, либо начинает агрессировать в ответ, и закладывается такая негативная программа, да. Но есть другие формы общения, да, то есть на те же самые какие-то, ну, неприятные какие-то действия со стороны ребенка. Понятно, ребенок, он, то и ребенок, он может делать какие-то вещи, которые он не понимает, не осознает. И родитель должен ему, конечно, это как-то объяснять. Вот, он должен ему просто привести пример или рассказать о том, как это выглядит со стороны. Вот, когда он делает там какие-то вещи, не знаю, балуется, предположим, да, и вот он говорит, вот когда я вижу, что ты делаешь что-то, то-то, это выглядит вот так, это вызывает вот такие неприятные чувства, да, и так далее. То есть ребенок видит это как бы опосредованно, то есть у него картинки такие возникают, да, то есть это помогает ему воспринимать, во-первых, информацию, потому что оценивается не сам ребенок, а поступок, да, какой-то. И он тогда готов, в общем-то, слышать и воспринимать это и как-то меняться. Поэтому важно говорить именно о том, что произошло, а не то, какой человек, да. Ну вот, наверное, так. Ну, не хочется, знаете, нашу беседу превращать в рубрику «Сам себе психолог». Есть и для этого специально подготовленные профессиональные люди, которые, в принципе, конечно, при встрече один на один уже должны с человеком беседовать. Но тем не менее, согласитесь, достаточно часто в нашей жизни встречаются ситуации, когда там встречаются подруги и говорят одна, там, другой или там несколько к одной обращаются, что вот ты себя не ценишь, ты себя там посвятила мужу, там, семье, вот они тобой пользуются и так далее, и так далее, и так далее. А вот верная ли это, как бы, постановка вопроса, и нужно ли вообще человека укорять в том, что где-то, в чем-то там, в семье или в работе ли он себя недооценивает? И вообще, вот это же все-таки очень относительно. Ценишь, не ценишь. Какой момент действительно является тревожным, когда вот эта низкая самооценка начинает вредить и приносить вред, возможно, человеку, и, возможно, вот наносит уже такой урон, который может быть опасен для его здоровья? Ну, вы правильно сказали, что это, в первую очередь, самооценка, это, в первую очередь, субъективное восприятие своих поступков, действий, ну, в общем-то, себя самого, да. Да, поэтому, но влияет, конечно, на нашу самооценку и окружение, в первую очередь, особенно если человек получает информацию от значимых людей для себя, там, от тех же подруг, которые для некоторых, да, могут быть авторитетом, да. И, конечно, если подруга начинает, да, как-то уличать в каких-то неправильных действиях, а человек, ты воспринимаешь, ты доверяешь ему, да, конечно, это, ну, неприятно, мягко говоря, и вряд ли это поможет, вряд ли это поможет, потому что... Скорее всего, простимулирует закрытие, да, панцирь захлопывается, а человек дистанцируется. Да, 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 это правда. Хотя, ну, наверное, есть, наверное, разные случаи, да, и можно привести много других примеров, но зачастую не хочется уже как бы в будущем так откровенничать, да, и так, в общем-то, спрашивать совета, потому что критика никогда не приводила и не приводит ни к каким положительным результатам, то есть человек не способен, то есть адекватно оценить то, что с ним происходит. А если человек еще впечатлительный в добавок, да, то это, ну, вдвойне ему тяжелее, и, наверное, вряд ли он сможет потом доверять вообще кому-либо бы то ни было. Но если, допустим, знаете, вот этот вопрос был задан, или эта фраза, вот она прозвучала, и если человек склонен к анализу, да, и где-то, да, вот эта тема засела, и, а может быть, и правда я себя вот не уважаю, может быть, и правда я себя не ценю, вот, и на каком этапе нужно начать самому себе помогать, что должно в первую очередь... Знаете, здесь вот, мне кажется, перекликается с психосоматикой, когда сам человек начинает себе вредить, вот, вселяя вот эти мысли. Ну, знаете, есть очень простые такие пошаговые такие действия, да, я бы так сказала, в случае, если мы хотим, недовольны какими-то ситуациями, да, которые мы хотим, на которые мы хотим повлиять или изменить, да, ну, первое, да, что необходимо сделать, да, посмотреть правде в глаза, то есть то, что говорят другие, это, возможно, какие-то проекции этих других людей, исходя из их опыта, да, то есть не всегда можно, как бы, к этому относиться с каким-то таким серьезным восприятием, поэтому посмотреть правде в глаза, например, вас когда-то обидели, предположим, да, там, 10 лет назад, да, и вы эту обиду живете в ней постоянно все эти годы, да, то есть получается, вы не живете в настоящем, вы живете в прошлом, и это вам мешает. Первое, что надо сделать, принять тот факт, что это произошло, да, вас обидели, это случилось, и вы ничего с этим сделать уже не можете. Это вот то самое принятие, о котором мы говорим, это первый шаг, и это уже хорошо. Второе, никогда не надо обвинять кого бы то ни было, в чем бы то ни было, да, то есть никто ни в чем не виноват, да, и вы не виноваты, и те люди не виноваты, ну, так случилось, да, но если же вы уж хотите очень сильно как бы разобраться в этом вопросе, подойдите к зеркалу и посмотрите на себя, да, и задайте себе тот же самый вопрос, да, я думаю, что, наверное, будет о чем поразмышлять на эту тему, да, то есть обернитесь к самому себе. Это второе. Третье, очень важный момент, наверное, не задавать вопросы, за что мне это, да, потому что часто люди очень сильно расстраиваются по этому поводу, злятся, и корят всех вокруг, и вообще как-то очень сильно переживают. Принимают ситуацию как наказание. Как наказание, да, это правда. Вот. Лучше всего задать вопрос, для чего? Для чего мне эта ситуация? То есть какой урок или пользу я могу извлечь из этой ситуации для себя? Вот. Предположим, произошел развод, да, и эта ситуация, возможно, поможет мне в будущем, да, по-другому выстраивать отношения со своим избранником, да, то есть это меня научит тому, что я по-другому, то есть я пойму, да, в чем моя была ошибка, и по-другому уже буду, получу этот опыт и по-другому буду выстраивать отношения, и, возможно, эти отношения уже будут меня удовлетворять, устраивать. Вот. Ну и самое главное, наверное, знаете, вот говорят, есть в народе такое выражение, было бы счастье, да несчастье помогло. О чем я хочу сказать? О том, что надо задаться вопрос, чего хорошего бы могло не произойти с этим человеком, если бы произошло вот это плохое, да. Вот. Ну это уже такая мудрость, да, которая, ну, все могут прийти, и я думаю, что сама проблема как, ну, непринятие вот конкретной негативной ситуации, и вообще события какого-то, она исчерпает себя, вот, потому что человек готов уже встать над ситуацией и смотреть в будущее уже совершенно другим опытом, другим пониманием, вот. Вот здесь у меня напрашивается, знаете, такой вопрос. Многие боятся остаться, во-первых, самими собой один на один, но еще больше боятся прийти к специалисту для того, чтобы вот так один на один вот эти все вопросы, все свои тревоги поднять наверх, обозначить и начать с ними что-то делать, прям буквально на каком-то физическом уровне, чтобы избавляться от неприятных ситуаций. Вот как все-таки настроить себя и чего перестать опасаться, когда необходимо уже прийти к специалисту? Может быть, вы какие-то сейчас мифы развеете, что человек опасается, что там его посадят и начнут прямо сразу задавать какие-то неловкие вопросы и так далее. Как вообще происходит ваша встреча с клиентом, если, допустим, вот, ну, человек хочет пообщаться на тему, которая сегодня мы с нами обсуждаема, принятие себя в жизни. Ну, на самом деле, это большое мужество для любого человека прийти к незнакомому человеку, к психологу, тем более еще хочу сказать, что у нас это не совсем принято, как-то вот ментальность у нас такая, да, так получается. И очень немногие люди способны, в общем-то, трезво как бы подойти к этой ситуации и понять, что есть специалисты, да, которые могут, собственно, помочь. И мы для этого и нужны. Поэтому, конечно, этот шаг сделать тяжело. Но если уже человек на это решился, если он уже пришел, успех не заставит себя ждать, потому что человек, во-первых, взял ответственность за ту часть своей жизни, которую он хочет изменить, да. И он пришел, он готов работать. У него есть мотивация на то, чтобы что-то с этим сделать. И тут уже, конечно, все возможные взаимодействия по терапии, то есть они приносят какие-то результаты положительные, потому что человек ищет, он пытается понять вообще, начинается всегда с того, что у человека в чем есть потребность, да, что он хочет. Вот. Когда он озвучивает, что он хочет, тогда мы пытаемся понять, да, что же ему на самом деле мешает и как сделать так, чтобы на самом деле эта вот ситуация как-то разрешилась благополучно для него. То есть, ну, наверное, так. Но поделитесь тогда секретом маленьким, профессиональным. Как же устроить свою жизнь, чтобы она тебя устраивала, и чтобы ты сам себя в ней очень комфортно ощущал? Как самого себя вот так позиционировать, научить? Ну, хотя бы один секретик выдайте. Секретов, ну, как таковых, наверное, не существует. Как говорят, знаете, многие приходят, такие люди, почему-то считающие, что психолог может... Это волшебник. Волшебник, да. Взять эту палочку волшебную, да, взмахнуть, и все проблемы развеются. Это, конечно, далеко, ну, заблуждение большое, да, но требуется, конечно, отдача, работа самого человека над той проблемой, которая его беспокоит. Вот. И тогда, конечно, это как бы... Секрета такого нет. Я просто еще раз хочу сказать, что это труд и доверие специалисту, от которого вы, ну, собственно, ожидаете, в результате чего вы хотите получить положительный результат, то есть от работы с психологом. Поэтому, ну, сложно сказать. Все очень у всех индивидуально, и единственное, что, наверное, ну, работа у всех, конечно, выстраивается по-разному. Поэтому, возможно, еще открываются какие-то, ну, скажем, проблемы другого какого-то порядка, да, там, не знаю, с отношениями с близкими, возможно, там, с родственниками, может быть, еще что-то такое. То есть как бы... И это труд, это работа над собой. То есть ничего такого вот из того, что вот, ну, как бы я озвучила, наверное, добавить я не смогу. То есть, в принципе, идя к психологу, чувствуя в этом необходимость, нужно отстраиваться на то, что это будет большая сложная работа. Бояться ее не нужно, но и надеяться на то, что вы приходите в волшебное царство, где нахнут волшебной палочкой и все встанет на свои места, тоже в этом, как бы, надежд таких не нужно питать. Конечно. Надо быть в реальности. Да. Скажите, а может ли быть инструментом, ну, если мы говорим о взрослом человеке, вот, если он понимает, что с самооценкой у него что-то не так, или мы постоянно об этом говорят, может ли быть инструментом исправления ситуации смена места жительства, места работы? Вот как к таким рецептам можно относиться? Ну, все, наверное, возможно. И любая ситуация, которая, которая человек для себя, ну, пытается, по крайней мере, сделать какой-то шаг в сторону изменения, она принесет ему, конечно, пользу, положительный результат, потому что бывает очень много случаев, когда люди действительно кардинально меняют свою жизнь, настолько уже зашло все в такой вот тупик, что выхода, ну, наверное, не видит и ищет возможность как бы извне как-то повлиять на эту ситуацию. Да, возможно, меняется место жительства, работа, даже это самое, разводы происходят на этой почве, да, ну, как бы могут происходить, то есть какие-то такие кризисы, которые переживает человек. Ну, это как бы отдельная тема, конечно. Это, в первую очередь, конечно, то, что человека не устраивает, да, и он... С самооценкой, конечно, это тоже связано, но это не основное, да, это просто желание что-то изменить и поменять в своей жизни, вот. Вот это упражнение из известного фильма, когда героиня становилась, перед зеркалом говорила, я самая обаятельная и привлекательная. Насколько подобные техники могут быть эффективными в решении вопроса? Ну, да, это называется аффирмациями, да, и для некоторых людей это, как бы, очень, наверное, производит положительный результат, то есть те, кто в это верят, конечно. Вот, ну, не на всех, конечно, потому что у каждого разный способ вообще восприятия, да, кому-то достаточно себе внушить что-то, да, и как бы в это поверить, и это может сработать и помочь. Кому-то необходимо получить какие-то такие конкретные рекомендации, которым он будет следовать и которым будут выполнять, и это будут, то есть, такие люди-структуры, да, вот. Кому-то просто необходимо самому разобраться где-то, почитать об этом, узнать, может быть, с кем-то пообщаться, у кого есть был подобный опыт, там, решение какой-то задачи, вот. Но это все имеет место быть, и если это кому-то помогает, значит, это хорошо, это может работать, да. Ну, а если решились и настроились уже на профессиональную помощь, в частности, к вам, к вашим коллегам, куда, когда можно обращаться? Ну, можно обращаться в Центр социальной помощи семьи и детям. Ну, у нас в городе Севастополь отделение есть социально-психологическая помощь, которая находится на музыке 30, вот, и мы готовы принять любого, у кого есть потребность такая, вот, и помочь практически, да, вот с любой ситуацией. Ну, действительно, очень у нас с вами сегодня содержательная беседа получилась. Самооценка — это оценка личностью самого себя, своих возможностей, качеств и места среди других людей. Нечто большее, чем просто уверенность в себе, она связана с тем, насколько мы ценим себя. Уверенность в себе относится к нашим действиям, поведению. Я благодарю за ответы на вопросы и содержательный диалог психолога в социальной сфере отделения социально-психологической помощи Ирину Михайловну Багирову и желаю всем зрителям принятия себя и достойной оценки. Всего доброго, увидимся на следующей неделе.